Еще и еще раз привет вам из Италии, из Соррентом. Когда я бываю в местах подобной бесконечной красоты, а красота – это единственный смысл, который достоин этого высокого слова, смысл в этом мире, когда я вижу этот простор, то я лишний раз убеждаюсь в мысли, что человек обязан отплатить как-то природе за этот подарок, который она сама собой являет. То есть человек обязан процвести, человек обязан что-то создать, новое, то, что до него не было. Но, конечно, на таком уровне, это должен быть уровень, учитывающий то, что было до него, это очень важно. И давайте подумаем о моих несчастных критиках, бездарных, уродливых, нищих, и душой, и телом, и мозгом всем, и кошельком всем. Они зачастую ставят мне в упрек несколько вещей. Во-первых, это возраст. Как это историк, а как это историк может быть молодой? Действительно. Но в науке, а история – это наука, история – это не убогий миф и в угоду пропаганде. В науке самое важное – это момент просветления и открытия. Если вы его не сделали открытие в раннем возрасте, в молодом возрасте, то вы его не сделаете никогда, поверьте. Вы уже затем можете совершенствовать, находить дополнительные аргументы, создать новое, второе, третье открытие. Но если первое у вас не произошло в юности, в молодости, потом все бесполезно. Эйнштейн «Теория относительности» – примерно 25 лет. Совсем другая область – Орсон Уэллс. Если я не ошибаюсь, в 25 лет также снял один из величайших фильмов в истории кинематографа. Ну, там американская компания «Критиков» признала его лучшим, но не важно, так или иначе, действительно, это великий фильм «Гражданин Кейн». «Гражданин Кейн», который и с точки зрения эстетики кинематографической, и с точки зрения смысла, там вот этот розовый бутон возвращения в детство, бесконечно глубок и талантлив. Бесконечно. Шампульон, который расшифровал надписи розетского камня. Это тоже примерно в 25 лет он сумел, это даже не столько открытие, сколько колоссальный труд перед этим, а затем открытие. Да, но еще в 20 лет, все забывают, что в 20 лет он прочитал великую лекцию, Шампульон, про замшелых, бездарных коллег-историков, стариков, которые ничего не понимают и которые оставили на уху на уровне писательном, на уровне таком, знаете ли, летописном. Это Шампульон еще в 800, в каком-то 10-м году пытался донести до окружающего, никто тогда не услышал, хотя многие осудили. А вот один из столпов, даже не столпов, основателей египтологии. А кто нам подарил возможность египтологии? Бонапарт. Если бы он в 26, 27, 28 лет не пронесся вихрем над, в том числе, кстати говоря, Италией, правда, северной Италией, и не смог создать там государство, ведь дело не только в итальянской кампании, как в военном событии, дело в том, что он стал создателем государства, это очень важно. Это демиург, настоящий демиург, потому что тоже молодой. А чтобы создать государство, нужно быть еще и историком, нужно быть еще и администратором, государственным деятелем, это все вместе. Итак, ну, кем бы вы ни были. Так, кстати, любопытный нюанс, вот я сейчас подумал, историки-историки. Дэвид Чендлер, все говорят, вот, компания Наполеона, капитальный труд, историк должен быть старый. И говорят, Чендлер, Чендлер, Чендлер. И во всех изданиях современных публикуется в конце фотография автора маленькой, такой полненький, лысый англичанин, но написал-то он ее изначально опубликовал. В 66-м году ему было, ну, где-то 32 года, там можно уточить, но, по-моему, 32 года. В 32 года капитальный труд по всем компаниям, по всем воинам Наполеона. Да, там только военные аспекты, там моя монография затрагивает и социальные, культурные, цивилизационные, психологические моменты, но там просто разные задачи. Так или иначе, это исторический труд колоссальный, на который ссылаются, и все забывают, что его написали в 32 года. Моя первая монография была издана в 2004 году, еще до моего дня рождения, мне был 21 год. А концепции были мной открыты примерно с 17 до 19 лет. То есть монография обобщающей вышла чуть-чуть позже. Если у вас нет таланта от рождения, затем, конечно, труд. Если вы не распыляетесь на глупости, потому что полно людишек, которые, еще большинство людишек занимаются глупостями. Это не от количества лет прошлых зависит, да, от качества, как вы живете, о чем вы думаете, на что вы смотрите, на что вы тратите время, энергию, вообще, так сказать, интенсивность дарования. Один тупой, но он может всю жизнь читать один документ, он ничего там не увидит, другой сразу все понимает. Так вот, я возвращаюсь к мысли, если вы в юности, в молодости не совершили научного открытия или открытия в искусстве, это все близко, как ни странно, что это все связано с нейрофизиологией, потом уже бессмысленно. Вы можете быть критиками, вы можете ненавидеть красивых, талантливых молодых, скучковаться на этой почве, на почве ненависти, даже вы уже не умеете дружить просто так, вы умеете дружить против кого-то. Ну вот, это потом уже бессмысленно и неважно. И я всегда останусь собой, а вы останетесь вот как вы есть, и не больно. Вы, конечно, не те замечательные люди, которые смотрят мой канал, которые все понимают, которые свободны, которые любят красоту. Их я очень люблю, искренне. Я бы всех их сюда пригласил в Саренду. А вот остальные, те, которые завистники, ничтожество, вот вы смотрите и завидуете до могилы. У вас нет другого выхода.